Всем привет, с вами Игорь И сегодня речь пойдет о фреоне и что такое вообще фреон, киево теплофизические свойства, как он работает и почему я выбрал именно R22 фреон для своей установки, для своего самодельного теплового насоса и кто смотрит меня только первый раз, то у меня там есть серия видео на моем канале, как самому собрать тепловой насос, называется самое дешевое отопление, там 9 серий, и я там все подробно, очень очень подробно, я так думаю объясняю, по каждой детали, каждому узлу теплового насоса самодельно, как это все собрать скомпоновать, соединить, спаять, заправить, отвакуумировать и так далее. Итак, что же такое фреон, это вещество которое при обычном атмосферном давлении и при температуре, там, например, R22 минус 40 градусов, оно будет оставаться в жидком состоянии. Вот такие свойства этого фреона. Его температура кипения, что-то вроде, ну, я точно не помню, около 40 градусов минус. То есть, что это значит? Если мы разольем фреон, наш при обычном атмосферном давлении и будет минус 40 градусов, он останется лужей, он останется жидкостью. Если мы начнем повышать температуру, он начнет испаряться. То есть, минус 35, минус 30. И чем выше мы повышаем температуру, тем он быстрее, быстрее, быстрее испаряется. Если мы хотим испарить фреон при той же температуре, нам надо понижать давление. То есть, у нас есть на фреон два фактора влияния. Двумя мы можем влиять на фреон, на вот этот вот переход фазовый, да, между паром и жидкостью. Вот как раз этот фазовый переход, происходит отбор тепла, и весь принцип работы теплового насоса основан на вот этом фазовом переходе. То есть, мы можем влиять на свой фреон температурой и давлением. И давлением. Вот, то же самое у нас и происходит в тепловом насосе. В испарителе у нас фреон нагревается и превращается в пар, хотя давление не меняется. В конденсаторе тоже давление поменялось, оно сильно повысилось, но фреон в жидкость не превратился. Как мы знаем, да, уже понятно стало, что фреон превращается в жидкость при повышении давления, но при той же самой температуре. Но, если у нас после компрессора температура сильно повысилась, но повысилось также и давление, то фреон у нас остался также само парообразный после компрессора. Вот, там давление примерно в четыре раза повысилось, ну и температура тоже во много раз повысилась. но потом по мере отбора тепла с нашего фреона после компрессора то есть когда он опускается по змеевику например у меня в теплоаккумуляторе или в теплообменнике мы отбираем у него тепло, а давление остается то же самое он начинает сжиматься до состояния жидкости то есть он превращается в жидкость в начале получается у нас в конденсаторе что в начале, что в конце одинаковое давление но температура разная поэтому в конце конденсатора он уже превратился в жидкость а в начале конденсатора после компрессора он еще в виде пара потому что там очень высокое давление не дает ему превратиться в жидкость ТРВ уже работает не с температурой он работает с давлением, он сбрасывает давление то есть температура фреона до ТРВ там довольно еще высокая температура И он сбросил эту температуру, фреон расширился благодаря снижению температуры и начинает интенсивно выкипать, именно благодаря снижению давления. Плюс еще там отбирает тепло таким образом у скважиной воды. Плюс еще сама вода его подогревает и он очень интенсивно, очень быстро превращается в пар. Ну там буквально за несколько секунд этот объем фреона, который попадает в испаритель, он испаряется мгновенно, можно сказать. Вот так на этом и в принципе основан весь цикл. Вот этот вот именно фазовый переход, надо понимать, что на фреон мы можем повлиять давлением и температурой. И менять его агрегатное состояние, то есть или жидкость будет у нас, или пар. Таким вот все и делает тепловой насос, компрессор и ТРВ, гармонично они взаимодействуют, меняют его состояние. И так вот и работает отбор тепла и циркуляция этого фреона. Ну это вроде я понятно объяснил, не знаю как еще понятней. Так вот, подходим к следующему вопросу, почему все-таки R22, а не какой-то другой фреон. Ну, для сравнения возьмем R410, фреон, который сейчас все производители переходят на него. Так как R22 он уже запрещен к заправке новых установок, новых кондиционеров, новых тепловых насосов. Его уже не заправляют, заправляют вот этим R410 или каким-то другим фреоном. Ну, R410 он как бы самый распространенный, но к R22 еще все можно купить в виде запчастей. И тот же самый компрессор, ТРВ, и сам даже фреон можно купить, он еще есть, продается как запчасти, он еще продается. То есть это еще не запрещено. Ну, там вроде бы он какой-то вред делает озоновому слою, хотя это довольно-таки сомнительно, мне лично, и не верится мне это все. Итак, какие же преимущества этого фреона R22? Он работает первое, он работает с обычным минеральным маслом, обычным. То есть в компрессор уже залито масло с завода, новый компрессор, когда я покупал, там уже было залито масло, тоже меня спрашивали, надо ли заливать масло, не надо в систему заливать, доливать масло. Там ее хватает, даже с учетом на циркуляцию этого масла по системе, там оно немного будет выплевываться в конденсатор, но оно будет потом возвращаться. Это все производитель учитал, и в обычных условиях, в большинстве случаев, никакого доливки масла не требуется. Почему это важно? Потому что, ну, для самодельщика, именно, ну, что именно 410-й фреон, он работает с необычным, а синтетическим полиэфирным маслом, которое очень гироскопично, оно впитывает влагу с воздуха. Влагу впитывает с воздуха, это плохо. И это масло соединяется с влагой, с воздухом и превращается в кислоту. В кислоту, которая потом может разъедать какие-то детали компрессора. Ну, короче, это масло становится злым и плохим. И для, ну, я же говорю, для самодельщика лучше с ним не связываться. С этим синтетическим маслом. Обычное минеральное масло и Р-22, они прекрасно взаимодействуют. Это масло прекрасно растворяется в жидком фреоне Р-22 и все такое. Следующий плюс. Этот фреон Р-22 не ядовитый, не взрывоопасный и не горючий. Абсолютно. Это тоже очень важно, я считаю, так как эта установка будет эксплуатироваться в доме. Стоять и для меня лично это очень важно. Вообще он такой на запах, как дезодорант. Вообще не ядовитый, я же говорю, не горючий, ничего. Вообще нейтральный ко всему. Например, если взять холодильники, то сейчас холодильники заправляют Р-600А. И мало кто знает, что этот Р-600А это горючий газ. Это изобутан, это то же самое, что и пропан, бутан. У меня баллончик, например, газовый, что я паял свой тепловой насос. И система заправлена изобутаном на 80%. Вот представьте, у меня в доме работает холодильник на горючем газе. Мне это как бы не очень нравится. Но зато для экологии очень хорошо. Если дом, там утечка может загореться, там или пожар будет, это не страшно. Главное, чтобы экология не пострадала. Все правильно. Дальше, какие еще плюсы? Он, этот Р-22, он однокомпонентный. Однокомпонентный, если брать тот же 410-й фреон, он трехкомпонентный. Это смесь трех фреонов 410. И когда у вас где-то что-то недопаяли, ну, короче, утечка в системе, то один из этого, один компонент из этого 60, он будет выходить быстрее, чем остальные. Потому что у них разные теплофизические свойства, разная летучесть. И один будет утекать быстрее. Поэтому просто дозаправить систему в случае утечки фреона не получится. Надо сливать весь фреон и заправлять все по новой. Ну, для пользователя это опять не выгодно же. А выгодно кому? Конечно, производителю. Больше производим фреона. Зарабатывают заправщики, кондиционерщики. Всем хорошо, кроме потребителя. Потому что он за это заплатит больше, чем надо. Вот. Тоже преимущество. А Р-22 можно просто дозаправить сколько надо и все. Ничего сливать не надо. И еще одно преимущество. В Р-22 намного ниже давление рабочее. И в испарителе, и в конденсаторе. По сравнению с там же 410. Намного ниже давление рабочее. И, соответственно, не нужна такая требование. Ну, при высоких давлениях, естественно, больше требования к качеству пайки, соединений всех. Чтобы это все там не лопнуло, где-то не разорвало. Потому что давление 25-30 атмосфер. Это, согласитесь, не шуточное давление. Вот. Ну, вот такие вот преимущества у фреона Р-22. Еще был такой вопрос, холодильщик ли я. Нет, я не холодильщик. Я нигде на это не учился. Я просто увидел, что есть такие штуки, тепловые насосы. Понял, что это эффективно. Поинтересовался. Увидел, что это есть в производстве. Хотя я раньше даже и не слышал об этом ничего. Что это делают. Что в Европе, в Японии, особенно в Японии, этим отапливается. Довольно эффективно и довольно давно. Просто у нас почему-то на просторах бывшего СССР. Это очень-очень такое отопление. Очень мало распространено. Я не знаю почему. Но я думаю, эта тенденция будет меняться. Потому что энергоносители дорожают. Газ, свет, все дорожает. И люди больше будут обращать внимание именно на вот такие технологии. Тепловые насосы в разных их модификациях. Воздушные, водяные, там даже кондиционеры, в принципе. Я думаю, это даже хорошо, что у меня нет такого образования холодильщика или кондиционерщика. Потому что вот зрители, которые меня смотрят, они вот смотрят на мой пример. Что вот человек, обычный среднестатистический человек, без всякого образования, сделал такую установку, рабочую вполне, может быть, не идеальную. Я не говорю, что она идеальная. Но она работает, я ею довольный такой альтернативой, которая не зависит ни от солнца, ни от ветра. И работает всегда тогда, когда мне надо. Главное, чтобы сеть была. И это людей будет ободрять, стимулировать тоже, как бы, делать такие установки. Я всегда говорил и говорю, не бойтесь делать то, что не умеете. Тут все просто, особенно даже с тепловым насосом. Ничего там сложного нет. Хочу, кстати, порекомендовать книжку. Есть такая интересная. Можете почитать для образования, для холодильщика. Автор П. Кодзаоглониан. Это француз. Фамилия Кодзаоглониан. Пособие для ремонтника называется. Очень там доступно все изложено в такой форме. Не для специалиста книжка. Он вообще специалист, холодильщик. Но изложил он это так все доступно, как обычного человека. Все понятно. Все понятно. Советую книжку эту почитать. Вот, интересно там все описано. И форумы. Форумы тоже очень познавательные. Специализированные форумы по тепловых насосам. Там, где общаются такие же самодельщики, как и я. Ну, ладно. Если остались какие-то вопросы, задавайте в комментариях. В следующих видео я продолжу отвечать на вопросы, которые больше всего задаются в комментариях. Самые такие распространенные вопросы. И тоже хочу озвучить. Есть у меня мысли, что бы я сделал не так, если бы я сейчас собирал свой тепловой насос. Ну, благодаря тому, что я уже давно им пользуюсь. Уже опыт какой-то есть. Использую. Вот у меня есть какие-то мысли там некоторые. Как бы улучшить было. Можно было бы эту установку, если бы я его сейчас собирал. Ну, ладно, короче, хватит информации на сегодня. Всем пока, до следующих видео.